Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. На медне на совещании у премьер-министра представители профильных ведомств обсуждали возможную приостановку с 2016-2017 годов выплаты пенсии тем работающим пенсионерам, чей годовой доход достигает 1 миллиона рублей. И, как говорят, предложение было поддержано. Соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшее время. Участники встречи подчеркнули, что мера не коснется большинства граждан, а только тех пенсионеров, кто зарабатывает свыше 83 тысяч в месяц. Это примерно 220 тысяч человек. Странная идея, вряд ли проблему кризиса решить удастся. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий продлевать срок бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2018 года. По действующему законодательству, бесплатная приватизация заканчивается 1 марта 2015 года. По мнению депутатов, необходимость принятия предлагаемых изменений прежде всего вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2015 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Рост туристического потока в сфере путешествий по России в 2015 году может составить от 30 до 50%. Это связано с выходом на российский рынок крупнейших туроператоров по выездному туризму. Соответствующие предложения подготовили PegasTouristik, Biblioglobus, Coral Travel, AnnexTour, Intourist и некоторые другие компании. Также подчеркнута важность международного опыта российских туроператоров при создании внутреннего туризма. Ну, у российских туристов без вариантов. А на сегодня это все. Хороших выходных!